всем привет с вами привет сегодня мы вновь вернулись к птр и мы рассмотрим тигель света пустоты рассмотрим что это за прибор что это вообще за строение такое интересное и для чего нам нужен и какую выгоду с него мы можем извлечь давайте в текущий момент глянем релики которые у меня вставлены это 935 кровь это 925 тьма и это 930 железо при наведении на них пишется то что в тигле света и пустоты доступна новая особенность артефакта не та особенность которую мы качаем здесь а ее скажем так продолжение эти продолжения идут в зависимости от вашего уровня артефакта чем выше уровень артефакта тем лучше первые улучшения начинаются по моему на 60 уровне артефакта или даже чуточку раньше самое последнее уже на 75 то есть иметь 75 уровень артефакта это престижно начнем релик кровь самое первое улучшение это повышение уровня артефакта на 5 щелкаем изучаем все просто ну и сейчас сразу же сдам этот квестик чтобы он не мешал получаем достижение кайф идем к следующему релику тоже качаем еще плюс 5 и тоже качаем еще плюс 5 что теперь мы имеем теперь мы имеем за место 950 артефакта 965 наши артефакты выросли на 5 по уровню предмета их суммарный вид не увеличился но просто появилась дополнительная приписка и как бы все хорошо идем дальше теперь в крови мы имеем 2 ответвления 2 ответвления очень сложное слово в моей дикции не позволяет такое выговорить произнести заклинание используя способности наносящий урон в снег крови если нанесете 60 тире 300 тысяч урона от темной магии и восстановите 600 тире 300 тысяч хп сколько дамагнули столько и восстановили используя заклинания и способности то есть подойдет хоть кому без разницы свет дает нам вероятность крита при срабатывании эффекта согласованности армии по гибели легиона тот правый талант который мы качаем бесконечно для получения бонуса универсальности у танков бонус силы у дамагеров которых важный стат считается сила ловкость у тех кто ловкость интеллект у тех кто собственно пользуется интеллектом все логично вот я как танк получаем универсальность этого прока и почему бы не получать еще и крит во время этого прока не откажусь изучение этой способности привяжет вас к этому пути его нельзя будет отменить то есть я иду через свет допустим и в итоге я получу железное сердце и потом по агулопатию господи что за золото давно придумывали хорошо но меня больше этот устраивает прок я беру его все отлично то есть в этой реликвии мы пошли через свет прошу идем дальше а далее мы уже ничего не можем сделать потому что нужно нам нужно же все третий уровень все просто так этот прок мы уже видели рассмотрим этот при получении урона вы снять вероятности можете получить эффект объятья света который восстановит 36 тысяч хп за шесть секунд эффект суммируется до пяти раз то есть 6 тысяч в секунду суммирование до пяти полезных танковский на самом деле если честно и усиление от хилла от удара смерти также полезный танковский трейд и усиленный дамаг от кровавой чумы это тоже полезно потому что чем больше вы дамагаете от чумы тем больше вы регените от нее то есть стопроцентно сколько дамагнул сока отхилил смотрим дальше произносит заклинание используя способности с некоторыми сможете нанести цели 99000 урона темной магии на 15 за 15 секунд как смирится до трех раз хорошо показатель скорость повышен на 650 и мог спит повышен на 650 вот вот это кстати вот это важная вещица для дк на самом деле потому что иногда проблемы со скоростью передвижения ощущаются и повысить ее пассивно было бы весьма неплохо тут к тому же усиление крови вампира основного сейва кликабельного ну и дальнейшем броня ой в общем все это интересно на самом деле все это занимательно но для этого нужно высокий артефакт жаль его не выдают здесь очень жаль какие-нибудь там баджики бы на по я не знаю что-нибудь типа такого но ради теста хотя бы ради теста тигеля такого придумали что это за четвертый слот все покажу расскажу вы суете абсолютно рандомную реликвию и вам пишется что что вы можете в ней улучшить допустим то есть вот такая ситуация вам дали реликвию с рейда вы несете ее сюда и допустим вам тут вообще все пропнуло бесполезно и вы просто например можете отдать и другому человеку как вариант не знаю на самом деле как это будет работать но посмотрим ну допустим железо на кровавую чуму что это такое используя заклинания и способность нанесущие урон с некоторой вероятностью нанесете 166 тысяч урона от темной магии и восстановите 166 ваше вредоносные заклинания и способности с некоторой вероятностью могут нанести дополнительно 116 тысяч урона от светлой магии ваши благотворные заклинания и способностей с некоторой реальности могут восстановить 116 еще ровно как-то для хила что ли больше не знаю ну и у меня тут еще один релик есть железо парирование по факту ну да тут железо парируем вот такие вот интересные вещички но на самом деле если так рассмотреть артефактные способности артефактные пассивки в артефакте рыцаря смерти то все очень хорошо самом деле тут любая особенность даст вам плюс на самом деле наверно кроме урона от смерти и разложения я так думаю хотя при пассивном самоотхиле почему бы и нет если много мобов лужа хорошо на дамаже да в общем все это интересно уже просто мысли не по тигель ведут а именно по дк давайте наверно попробуем побить какой-нибудь манекен я хочу просто посмотреть как будет отображаться этот бонусный крит за счет согласованности он будет отображаться в виде отдельного бафа или он просто будет вписан то что ну вот у меня появляется бонус сосредоточенности и ну типа в самой ли сосредоточенности будет вписано то что универсальность повышена крит повышен не вот это вот интересно сейчас просто как она будет дождаться число всех дело глянем если она конечно загрузится я надеюсь что она загрузится все-таки акирос это не доллара и прогружать то особо и нечего согласованность прохнет достаточно быстро чуть ли не спала так что все это быстренько мне сейчас затест я не знаю на самом деле даже чё еще сказать по тигелю такого полезного классного то что он открывается лишь тогда когда вы полностью закроете цепочку аргуса я думаю это и так понятно одно еще из самых главных условий писали blizzard по поводу тигеля то что нужно иметь персонажа 110 уровня я бы конечно смеялся если на персонажа 110 уровнем ниже точнее 110 можно было бы попасть в аргус 109 108 по аргусу бегать было бы занимательно на самом деле интересно после открытия тигеля на одном персонажа тигель будет доступен на всех дальнейшем по моему так вот она согласованность а где мой бонусный крит не понял сейчас так окей допустим сейчас 31 процент подождите а где мой бонусный крит алло что за дела не работает что ли ничего или я чуть не то вкачал или я думал что я прокачал согласованность прокачал не согласованность то мой фейл скорее всего скорее всего я куда-то не слава 73 ближайшее время будет небольшой анонсик на ю тубе и надеюсь кому-то он хотя бы понравится до всех вам благ говорится счастье там здоровье легендарок побольше что в силу артефакта нормально дропала тогда когда выйдет 73 и чтобы быстренько качнули свой артефакт кому кстати не лень посчитайте сколько там на 75 уровне артефакта будет согласованность давать ну так ради прикола давайте до скорого берегите ноги